Добрый день, дорогие друзья, приветствую из Экономики Здравого Смысла, с вами Ярослав Романчук, будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал и мы начинаем. Сегодня тема массовое банкротство магазинов. Да, друзья, белорусская розница переживает очень непростые времена, кризис, надо бы сказать, потому что она практически весь сектор столкнулась с государственным шантажом и издевательством. Оно называется очень просто – гручное регулирование цен. Регулирование ассортимента, регулирование каждого шага розничной торговли, потому что чиновники считают, что именно в рознице сосредоточено щадье зла. Поэтому щемят как только могут. Естественно, в 2023-2024 году розничная торговля добивает ручное регулирование цен. Мистерство антимонопольного регулирования непреклонно, регулирование цен нужно, потому что высокая инфляция – это зло. Поэтому чиновники в привычной себе манере, как тот же пресловутый прапорщик из анекдота, поезд стой раз-два, так и цены стой раз-два. И магазины начали схлопываться один за другим. Большие сети начинают что-то делать, переструктуризация, кто-то закрывается, кто-то другому передает. Большие – это не маленькие, большие могут договориться с контролерами, с ценорегулировщиками и выбить себе какие-то льготы, потому что львиная доля большой розницы работает непосредственно на ЗАО «Семья», ЗАО «Беларусь». А этим плевать на любые законы, регуляторки. Они всегда могут откупиться, не откупиться, отбиться, потому что никто не смеет их проверять. А вот для малого среднего бизнеса, для малых средних кафешек, магазинчиков небольших, те, которые в небольших городах. Вот для кого очень серьезная проблема розница. Если мы посмотрим на то, как закончила розничная торговля как сектор в 2023 год, мы видим, что там практически уже очень серьезные проблемы накопились. Рентабельность близка к нулю, оборот упал на 15%, ассортимент сократился. Да, это, конечно же, далеко еще от стандартов советской торговли, но тем не менее мы видим, что розничная торговля в долгах, как в шелках, платить нечем. Сроки резидентизации увеличиваются. Откуда брать оборотку, если налоги не уменьшаются, регуляторка не сокращается. А конкуренция душит, потому что со стороны тех же больших сетей, со стороны Белкового Союза, который платит совершенно другие арендные платежи, и вот и получается, что из розничной торговли вымывается, выталкивается малый и средний бизнес. И вот союзы предпринимателей даже под жесточайшим регуляторным и правовым гнетом начинают робко поднимать голову, потому что не выжить же. И не говорят, друзья, пожалуйста, перестаньте управлять этими ценами, дайте нам возможность устанавливать цены, которые соответствуют рыночным требованиям. Мы не вытянем. Либо вы отпускаете для всех, либо дайте нам возможность ценового дыхания. Иначе будут кранты, иначе будет банкротство. И действительно в этом секторе работают десятки тысяч, сотни тысяч людей по всей стране. Он очень чувствительный. И банкротство, особенно массовое, магазинов маленьких, средних, безусловно ударит не только по рынку труда, высводится большого количества людей, куда они пойдут, никто не понимает. Но также ударит и по кошелькам. Потому что как только на рынке происходит сокращение количества предложений товаров и услуг, естественно, большие сети непременно этим воспользуются. И начнут задирать цены, поскольку, опять-таки, как мы сказали, к ним точно не придут и их не оштрафуют. А если оштрафуют, то плевать, они хотели 100-200 долларов, для них вообще не ставить никакой проблемы. Вот так, друзья, розничный сектор становится самым крайним в ценовом безобразии, вернее, в ценовом администрировании, поскольку ценовое безобразие, источником его являются органы государственного управления Беларуси. И вот, передаем пример того, как, отказав от знания экономической науки банальной, от здравого смысла, чиновники ставят на грань выживания весь сектор. К чему это приведет? Понятное дело, банкротства, свято место, пусто не бывает. И как вы думаете, если малый и средний бизнес обанкротится со своими розничными магазинчиками, сетями, кафешками, куда будут перетекать эти активы? Понятное дело, в руки тех, кто будет за гроши покупать. А кто это? Это те люди, которые близки к правоохранительным органам, к местным властям. То есть, друзья, через ценовое регулирование, через удушение цен идет банальный передел рынка розничной торговли. Так что магазины не исчезнут, кафешки не исчезнут, просто хозяева поменяются. Хозяева будут те, которые являются хозяевами или слугами ЗАО Беларуси. Друзья, спасибо большое за ваше внимание экономики здравого смысла. Будьте с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живи Беларусь! Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!